Николай, например, бизнесмену среднего звена, грубо говоря, из Житомира, нужно опасаться принятия этого закона? Опасаться его нужно практически всем, потому что фактически закон о спецконфискации можно применить к любому человеку, против которого возбуждено уголовное дело, и прокуратура имеет подозрение, что эти деньги нажиты определенным путем и так далее, или эти активы. И они не просто арестовываются, они конфисковываются, продаются, и если ты потом оказался невиновен, тебе ничего не возвращается. Вот то, о чем сказал мой коллега, если бы речь шла о том, чтобы те облигации, которые находятся в Государственном банке, которые признаны, что это облигации принадлежат Януковичу и его окружению, на эту сумму списывался бы, уменьшался государственный долг, никаких вопросов не было, и наша фракция бы за это проголосовала. Но, во-первых... Точно? Можно вас поймать на слове? Можете поймать на слове. Если это будет именно так, мы за это проголосуем. А не дисконтом продать? И мы обсуждали это на фракции. Но Госдолг не уменьшается, они собираются дальше эти облигации с дисконтом продать. Мало того, вводят абсолютно незаконную антиконституционную меру, потому что конфискация... Я не юрист по образованию, но у нас вот коллеги, юристы, мы обсуждали этот вопрос на фракции. Конфискация это отдельное наказание, наряду с, допустим, с тюремным сроком, которое, это отдельное наказание, которое предусматривается по отдельным статьям. Конфискация твоего имущества. Уже в то время, когда вина доказана. Когда доказана. А тут нету презумпции в невиновности. Это распространяется на всех. И даже если ты потом оказался невиновен, тебе ничего не возвращают, теперь это вы просто извиняются. Ну что же это за закон?